На футбольном поле в детском саду нет зеленого газона, сухая трава, но даже в этом педагоги смогли найти свои плюсы – тренировка, координация движений. Конечно, можно было бы ждать, когда найдутся спонсоры и подарят садику специальное футбольное покрытие, но детство имеет свойство быстро заканчиваться, поэтому решили играть сейчас с тем, что есть. Идея этой программы в том, чтобы дети с веселыми персонажами из мультипликационных фильмов играли в футбол. Но мы не играем в футбол, как таковой, который мы привыкли, который мы видим на стадионах «Шериф». Футбол игровой через эстафеты, через веселые игры, заводную музыку. Такие занятия действительно не ради спортивных результатов и больших побед. Игры и эстафеты для радости. В конце, конечно, дают побегать в манишках и позабивать ворота, но победит дружба. Основной концепт – заинтересовать детей, создать эту игровую атмосферу. Было решено в этой программе ввести героев в рабочий процесс. Есть кот и мыши, есть шапокляк с чебурашкой, то есть различные персонажи. И ребята с ними чувствуют себя более весело. Когда это один тренер, это превращается в холодную тренировку, как бы клубную. А нам нужно создать атмосферу. Хорошие педагоги всегда ищут новые методы и приемы, чтобы заинтересовать детей. Научить их тому, чему на обычных уроках не научишь. Умению самостоятельно принимать решения в условиях, которые быстро меняются. Умению работать в команде и решать конфликты. И умению управлять телом и своими эмоциями. В Министерство просвещения сейчас нас пригласило, он будет семинар, на котором мы будем делиться опытом. И на республиканском международном семинаре нас пригласили, мы еще в Бендер, и поедем в рамках обмена опытом. То есть мы стараемся максимально поехать, поделиться нашими коллегами нашим успешным опытом, который мы наработали в рамках нашего дома. Футбол в детском саду – это образовательный проект, а есть еще социальный. Герой футбола. Он под эгидой президента, на него выделили грант. Команда волонтеров-тренеров ездит по городам Приднестровья, устраивают матчи, чтобы показать детям всей республики, что такое футбол.